Я хочу попытаться дать четыре небольших урока. Обычно, когда мы делаем недельное чтение, мы уделяем этому 10-15 минут, но меня не было, я был за границей, соскучился по вам, и хочу занять немного больше времени. И это недельное чтение имеет огромное значение. Поэтому я начинаю с первого урока, и слова, и воссел. И мы начинаем с первого стиха, поселился, и поселился, а оседлался, можно так сказать, Яков Харани. Это слово немного нас дает, нам такой наркоз, усыпляет. Как будто мы ждем, когда кто-то сядет. И в спокойствии, в будущем, что-то произойдет. Но, на самом деле, это одно из самых чувствительных моментов в Танахе. Одна из самых больших драм в Танахе. Почему я поднял этот вопрос? Слово сел, но с ожиданием, что произойдет что-то очень значительное. Я сейчас смотрю новости. Вы, наверное, тоже смотрите. И вы видите то, что в мире, вокруг Израиля, происходит большой балаган. Мы, как Яков, усели здесь. Но сверху нас, на севере, сидят русские. Турки. И Исламское государство. Внизу Хамас. Я хочу сказать, что, когда я смотрю новости на недельное чтение, которое мы читаем, я хочу сказать, что у меня чувство, что Господь призывает нас к молитве. Потому что мы живем вместе и в положении очень шатком. И Священные Писания много говорят про апокалистические события. Мы верим в Новый Завет. Мы также читаем книгу Откровений. И много там вещей, связанных с Персией, с Ираном. Мы видим русских, мы видим Хизбалу и иранцев. И я хочу сказать, что наши общения. Я уверен, что люди смотрят нас в интернете и говорят также в Израиле об этом. Я призываю вас к молитве. Молиться, чтобы Бог в это неспокойное время сохранил Израиль. Потому что там что-то происходит. Это первый пункт, по которому я хочу сказать. Вы меня услышали, да? Молиться за положение. Молиться за сохранность границ Израиля. Молиться, чтобы ни один умник, который нас ненавидит и, возможно, улыбается по телевизору, не сделал нам здесь балаган. Это первый пункт. Это первый урок. Второй урок. Сделаем сравнение. Священные Писания рассказывают какие-то рассказы, которые раз за разом происходят в истории. И в Израильской традиции, в Израильской истории есть выражение «Масхиах сын Иосефа». Кто слышал про Масхиах сына Иосефа? Масхиах Бен Иосеф – это Масхиах, который должен прийти и пострадать страдание Израиля. И в традиции Израильской есть вера в другого Масхиаха, Масхиах Бен Давид. Это Масхиах, который должен прийти как царь и рассеять всех врагов Израиля. Мы, как мессианские евреи, которые верят в Тору и в Новый Завет, мы верим и видим, что в личности Иосифа есть два вида Масхиаха. Первый Масхиах Бен Иосеф и второй Масхиах Бен Давид. Две тысячи лет назад, когда он пришел, он пострадал, он пришел как Масхиах, сын Иосефа. А второй раз, когда он придет в будущем, он будет править на троне Давида. И вот то, что я хочу сказать по поводу, как он страдал как Иосеф. Если мы посмотрим на Иосефа в этой недельной чтении, мы видим несколько особенных вещей. Кто из вас читал рассказ о Иосефе? Мы видим, что его отец возлюбил его больше всех братьев. Мы в этом битом написаны. Видим, что братья его завидовали ему. Вообще, все, что произошло, весь балаган, который произошел с Иосифом, из-за зависти его братьев. Мы видим, что у него было много даров и талантов. Он видел видение, он был человеком особой мудрости. И его братья предали его. И продали его. Продали его в рабство. Но мы видим, что даже в рабстве этот человек преодолел много страданий и испытаний, но оставался верным и святым. Он оставался верным и святым. И даже в доме Патифара. Когда его пыталась соблазнить его жена, и он был также в тюрьме и страдал от многих угроз, но он был закрыт в этой клетке. И вдруг его ставят на очень высокое почетное место в Египте. И он становится вторым человеком после фараона. В Бытие 41.41 написано, Так фараон сказал ему, «Только троном я выше тебя, а так у тебя есть вся власть, и ты как царь здесь в Египте». Кто-то может мне сказать одним словом, каким образом Бог использовал Иосифа? Что через него произошло? Он от голода спас миллионы людей. Написано, что семь лет, когда был голод по всей стране, в самом Египте и в странах вокруг, приходили к нему и получали хлеб. Это огромное... Если вы сегодня зайдете в поисковый Google, вы увидите, что даже в сегодняшние дни многие люди умирают от голода, особенно в Африке. Есть эти богатые страны сегодня, Соединенные Штаты, Европа. И они не умеют накормить всех голодных. Но мы видим, что в древнее время у Иосифа была мудрость накормить миллионы голодных людей. И как пророчество, мы видим, что подобное, то же самое произошло в жизни Иосифа Машиха. Он первородный сын из сынов Бога. Так написано в Новом Завете. Помните? Когда он служил здесь, в земле, он служил с огромной верностью. И его верность была направлена на израильский народ. И даже люди, которые не были с ним согласны, говорили, какой дар от Святого Духа есть у него. Но те, которые завидовали ему, они продали его жизнь за деньги. Та же параллель. То, что произошло с Иосифом, произошло и с Иосифом. Иосиф был в тюрьме, а Ишуа был распят. Он был распят. Но темница смерти не могла удержать его. И он восстал из-за мертвых к жизни. И он сидит по правую руку от Бога. Точно так же, как произошло с Иосифом. Иосиф был под властью фараона. А Ишуа сидит под властью нашего Небесного Отца. И как написано в Псалме 8, что людям предоставлено самое высокое место на Небесах. И в Ишуа произошло это. В Послании к Ефесянам написано из-за того, что он претерпел смерть, он сидит на самом высоком месте в Небесном Царстве. И скажите мне сейчас одним словом, что сделал Ишуа через весь свой путь. Он искупил нас. Он нас искупил. То же самое, как Иосиф, так же, как Иосиф искупил от голода Древний мир. И вот Ишуа приносит милость Бога всем народам. Конечно, мы не видим, что сейчас мир стал совершенным до конца. Но мы видим через пророчество, что во втором его пришествии Бог восполнит то, что он запланировал. как мы учим об исправлении мира, исправлении всего. И поэтому эти сравнения — это второй урок. Третий урок. Третий урок. Вы устали или в порядке? Третий урок — это три буквы «Юд». Иногда в Танахе есть рассказы не в хронологическом порядке. А многие не видят этого. Когда Йосеф был продан в рабство, его дед Ицхак все еще был жив. Поэтому посмотрите, что происходит. Ицхак — великий праведник в стране Израиля. Он был пророком. И Яков — его сын. Он отец всего народа Израиля. тоже был великим пророком. Он был очень особенным человеком. Эти двое как будто ослепли и как будто Дух Святой перестал с ними говорить и они не знают, что произошло с Йосефом. Посмотрите, сколько раз у Якова и у Йосефа были глобальные водительства Святого Духа. У Ицхака и у Якова их Дух Святой вел чудесным образом. Ицхак был все еще жив, когда Иосеф был в рабстве в Египетском. и что же произошло и как это произошло. Как так получилось, что Святой Дух этим великим пророком не открылся и не сказал, которые молились наверняка и переживали за своего сына и внука. Иногда в нашей жизни что-то происходит и мы говорим Господь, мы верим в Тебя и мы верим в Ешуа и у нас есть Святой Дух и мы даже иногда знаем молиться на языках, но мы не знаем абсолютно ничего, что произойдет. Сколько раз мы находимся в таком положении? И вот два великих человека, которые не знают, что происходит, но весь этот рассказ страдания Ицхака, страдания Якова и страдания Йосефа, эти три буквы ЮД, почему Бог допустил, чтобы это произошло? Я хочу вернуться к тому же пункту к спасению всех народов. очень странно. Мы иногда сконцентрированы на себе и думаем вот только мы, мы, мы. Но через страдания этих трех великих Бог спас народы. Посмотрите, что две тысячи лет назад примерно произошло то же самое. Ицхак это знак храма. Потому что он был как жертва. А храм это место для жертв. И Яков, то есть Исраиль, это Израиль это наш праотец, это знак Израиля. А Иосиф это прообраз Иешуа. Опять три буквы Юд. Бейт Исраиль это храм это Иерусалим. Народ Израиля это Иешуа. Опять три Юд. И опять таки в храме не приняли Машиеха. Они ослепли как будто. Вот народ Израиля пришел к вам Машиех, делает все по Писанию, но у них закрыты глаза. И И вот он был распят и стал спасителем для всего, для всех народов. Вы поняли вот эти сравнения, которые я привел? Я хочу, чтобы вы поняли те вещи, которые Танах открывает нам для нашего понимания. Еще кое-что короткое. Главы 33, 34, 37, 39 и 41. 40 и 41 говорит про Юсефа. И в посередине одной из глав, 38, здесь прекращается рассказ, и тут встает на сцену Юда. Зачем говориться про Юду сейчас? Можно про него потом поговорить. И рассказ об Иуде заканчивается рождением человека по имени Перец. Как на русском? Перец. Фарес. Кто-то знает, что означает слово Фарас? Он был в родословной Ишуа, но что означает слово Перец? Он ворвался. Если у вас закрыта дверь, и вы не знаете, как ее открыть, вы звоните Толику Ламперту, и он врывается и открывает вам дверь. Он знает, как он меня научил прорваться. В еврейской традиции Фарес, он является также прообразом Ишуа, и как сказал Макс, он в родословной Ишуа находится. Но в чем смысл Иуда? Иуда сочетается браком с хананейской женщиной и делает ошибку всей своей жизни. Нельзя сочетаться браком с хананеями, потому что они поклоняются идолам. парни и девушки, я вас призываю выходить замуж, вступать в брак только с братьями по вере. И вот они женятся и рождаются трое сыновей. Один, так написано в Торе, не был достоин перед глазами Господа. Второй тоже был ненормальный. Двое умерли. И вот он пытается произвести поколение, следующая девушка по имени Фомарь. Фомарь это еврейское имя. Кто любит финики? То есть финик это исходит из этого имени. в еврейской традиции есть такое понятие, что она связана с Симом. И вот Иуда понимает, что он сделал ошибку. И вот через своих сыновей он пытается исправить и одного из них женит на Фомаре. Но они все умирают. А потом Фомарь делает какую-то ненормальную вещь, она одевается проституткой и идет для того, чтобы переспать с Юдой и родился Форес. Ситуация какая-то нездоровая и ненормальная. Но через эту ситуацию мы видим несколько вещей. что Фомарь что в ней был Святой Дух на таком уровне, на котором нам сложно понять. И она хотела восстановить поколение Аврааму Ицхаку Якова. Потому что она верила в исправление того Машиаха, который должен прийти. Я хочу сказать что она верила в Яшуа Машиаха, хоть тогда он еще не был ни в Сого имя, но в эту личность она верила. И вот она идет на сумасшедший поступок. И практически ее убивают. Практически ее сожгли. Юда говорит, это падшая женщина, нужно ее сжечь. Но потом открывается то, что она была беременна от него. И вот рождается Форес. Про образ Машиаха. Почему я вам рассказываю это? Мы мессианские верующие. И иногда в нашей стране она смотрит как на идиотов. Как вы, евреи, можете верить в Новый Завет? И смотрят на нас, как Иуда смотрел на Фомарь в то время. И иногда мы уходим с пути нашего призвания, с Божьего пути. И мы теряем свой путь. И начинаем стесняться нашей веры. Мы становимся как ряженые проститутки. Понимаете, о чем я говорю? Бог призывает нас, не бойся и не стыдись. Потому что ты в этой цепочке не просто так Бог привел тебя в эту землю. И не просто так Бог дал тебе поверить в искупителя Иешуа. Не какого-то человека с Венеры или с Марса, но человека, который рожден от Авраама Ицхака Якова. Согласно обетованиям Танаха. И ты наследник этой вещи. И через тебя Бог хочет принести вкус искупления к Израилю. А мы иногда на себя смотрим как будто я какой-то тупица недоделанный. Бог хочет, чтобы мы изменили. Чтобы мы изменили свое состояние сегодняшнее. И я хочу закончить на этом. И помолиться. Я призываю вас всех встать. Встать.